Я приветствую всех во второй части моих покупок и заказов с интернет-магазинов июня. Если вам интересно, то продолжайте меня смотреть. Итак, у меня был заказик на фармакосметике небольшой, ну как небольшой, я просто захотела... У меня заканчивается пенка для умывания, молочко для снятия макияжа и заканчивается тоник, который от Фаберлик на ночь я использую. И поэтому я решила познакомиться по такому поводу с оптичной косметикой. У меня давно, уже давно я очень хотела заказать. И вот, наконец-то выдалась такая возможность, что я заказала. Я решила познакомиться с маркой Виши, которую очень многие любят и хвалят. И я заказала из серии Pure Thermal тоник и пенку для умывания. Значит, расскажу сначала про пенку. Это очищающая пенка, придающая сияние с термальной водой Виши СПА. 150 мл здесь. Ну, как всегда, отличная помпа, отличная пенка, пышная. Дозатор тоже обалденный, не такой, как у Эколаб моей пенки, которую я сейчас заканчиваю. Приятный такой парфюмированный аромат. Действительно, какой-то не банальный, а чувствуется, что косметика оптичная. Хорошо очищает. Я вчера пробовала даже для опыта, для тестирования, попробовала смыть ей макияж. Она даже макияж смывает неплохо. Где-то на четверочку, с плюсом даже. То есть, с глаз смывает на процентов 80 макияж. Я вчера, хотя у меня вчера был довольно интенсивный макияж, но смыл хорошо. Не говоря уже о том, что она отлично справилась и с пудрой, и с тональным кремом. В общем, отличная пенка. Я очень-очень рада, что решила ее попробовать. Вот такая вот пенка Виши. У кого она была, девочки, пишите, как она вам. Так, и также я решила попробовать тоник. Вот такая очень красивая упаковочка. У него здесь 200 мл. Завершает процедуру очищения. Удаляет остатки макияжа, загрязнения. Кожа чисто и свежая. Совершенствующий тоник для чувствительной кожи без парабена. Выглядит он, как водичка, такого нежно-голубого цвета. Аромат у него довольно нейтральный. Тоже очень-очень легкий, какой-то нежный. Я вчера тоже его тестировала уже. В принципе, я не заметила какого-то яркого отличия от тоника от Фаберли, которым я пользовалась. По свойствам он также идеально очищает, освежает, тонизирует кожу после умывания. Посмотрим, насколько он будет совершенствующий, что будет он что-то совершенствовать или нет. И уже, конечно, в пустых баночках я расскажу, как он мне. Но я очень рада, что познакомилась вот с этой вот совершенно очаровательной парочкой. Вот очень давно я хотела попробовать эту косметику аптечную. И, чтобы попробовать уже что-то еще, молочко мне нужно было для снятия макияжа. Вот такую вот малютку я заказала от Кадали. Знаменитая косметика Кадали. Я пробовала в пробниках, но, естественно, я никогда не пробовала его в полноразмерной версии. Здесь всего 100 мл. Это мягко очищающее молочко объемом 100 мл, как я уже сказала. Снимает, нежно очищает остатки макияжа, с чувствительной кожи, благодаря активным питающим компонентам, успокаивает без защищения сухости. Стоила она довольно бюджетно, 600 с чем-то рублей, по-моему. В отличие от вот этих двух, которые стоили по 800, по-моему, еще. Ну вот, хотелось мне попробовать именно вот такое вот молочко. Конечно, оно маленькое очень по объему, ненадолго мне его хватит. И оно жидковато, в отличие от того молочка, которым я пользуюсь сейчас, от Dr. C. Вот это большой объем. И оно такое более густое, плотное. Это же такое жидковатое. Удобный дозатор здесь. И оно прям вот течет. Вот видно, что он истекает. И аромат. Что-то я не очень поняла аромат. Я много слышала про косметику Кадали. И говорили, что пахнет виноградом. Я думала, что будет такой классный виноградный аромат. Но у меня почему-то она каким-то мужским средством для бритья. Запах. Я чувствую, прям чувствую, что пахнет мужским средством для бритья. Есть какие-то средства, которые вот один в один. Пахнет точно так же. Но по функциям, конечно, оно мне очень понравилось. Очищает макияж просто на 5 с плюсом. Обалденно. Хорошее молочко. Буду тестировать дальше. Пока оно мне, в принципе, понравится. Ну, конечно, аромат немножко подразочаровал. И я хочу попробовать, давно хотела попробовать вот это средство от Виши, также Нормодерм. Это преображающий уход против несовершенства. 24 часа. Вот так вот он выглядит в полноразмерной версии. Я хотела сначала заказать его. Но по деньгам это вышло все очень дорого. Поэтому я как бы не решилась. Думаю, оставлю его на потом. Пока возьму его в пробники, попробую. Вот он как раз идет для таких, как я, у которых написано, что возраст пришел, а проблемы с кожей остались для тех, у кого скакивают окне. Вот я вчера его уже попробовала один раз. Такой вот пробничек здесь был. Ну, пока, конечно, от одного раза особо ничего не скажешь. У него очень-очень приятный аромат. Написано, что он скрывает, убирает проблемы окне после, для женщин в возрасте. В общем, как раз то, что мне нужно. Я очень-очень. Я хотела попробовать именно его. И для эксперимента я его нанесла вчера вечером без всяких моих зенеритов. Потом других у меня есть несколько продуктов, которым я лечу кожу свою. И я нанесла его вчера вечером на лицо. Утром сегодня проснулась, посмотрела, думаю, пройдут ли воспаления, там уменьшатся ли что-то, какие-то проблемы на лице. Но пока, конечно, я ничего не увидела. Даже у меня скачал новый прыщик в одном месте. Поэтому пока, конечно, я ничего хорошего сказать не могу. Но очень хотелось бы его попробовать. Средства, девочки, кто пробовал с проблемной кожей, напишите, как он вам. Потому что мне очень интересно посмотреть, действительно ли он справляется с несовершенствиями, как они обещают. Вот это что касается моего заказа с фармакосметиком. И был у меня заказ небольшой в магазине в Литуаль. Там было предложение на Letyshop, что дают 300 рублей бонусов, если закажешь на сайте. Ну, поэтому я сделала там заказ. Так, собственно, из-за чего я делала заказ? Это из-за всем известной подводки L'Oreal Soul Couture. Которой очень хватит Мария. Маша, привет тебе. Говорит, что это самая лучшая подводка. Я в тот раз промахнулась. Заказала также на Литуаль. Заказала только Perfect Slim. Которая мне, в принципе, понравилась. Но она мне, к сожалению, быстро как-то подсыхать начала. И вот эту подводку очень-очень многие хвалят. Говорят, что она долго не засыхает. Действительно отличная. Значит, ну, как обычно идет. Таким вот кончиком. И что касается самой подводки. Да, она рисует просто отлично. На тени, на все. Вот, я ее уже 3 дня тестирую активно. И очень надеюсь, что мне ее хватит на дольше, чем предыдущую ее, как сказать, чем ее предшественницу. Которая Perfect Slim. Надеюсь, что она мне не засохнет так быстро. А пока, конечно, она мне нравится. Она вот такая вот яркая. Но она рисует у меня почему-то светло, не яркая, не такая, не темно-темно-черная прям. А как будто серым цветом каким-то рисует. Не знаю, то ли мне так повезло. Вот видно чуть-чуть, что какие-то серые как идут, как проплешинки. Ну, посмотрим. Я буду ее тестировать. Очень-очень надеюсь, что она мне понравится, как и другим. Если, конечно, мне повезло, потому что они берешь, вот иногда все хвалят, а тебе не повезло. И такое бывает. И я решила заказать еще одну подводку, которую я слышала, тоже на нее много хороших отзывов. Это подводка от Maybelline уже, вот такая вот малютка. Она у нас, кстати, продается тоже. Но там у меня была скидка по карте. И она у меня выходила дешевле, чем в Санги Стиле. Вот я, например, видела, она там стоит 400 с чем-то рублей. А я взяла за 300 с чем-то. В общем, такая вот подводка. Хотя я не очень люблю такие подводки. Я люблю больше подводки фломастеры. Но эта подводка, конечно, произошла все мои ожидания. Я не ожидала, что она будет такая классная. Я хотела взять матовую, чтобы здесь было написано мат. Ну, почему-то я промазала, заказала не то. Это у меня сатиновая подводка черная. Но, тем не менее, я очень-очень осталась от нее в восторге. Она обычная совершенно. Но она рисует прям черно-черно. Вот я сейчас рядом с этой подводкой нарисую. И видно, насколько эта черная. И насколько та такая, какая-то как темно-коричневая больше. Яркая, четкая, черная. И что самое больше всего не понравилось, она стойкая. Хотя, я не знаю, заявлена она как стойкая или нет. Может быть, я что-то пропустила. Но когда ее начинаешь смывать, она не размазывается по всем глазам. Она отходит кусочками. Просто кусочками смывается. И просто отлично. Ее можно использовать и на море будет. И на жаркую погоду. И в дождь. Я даже не ожидала, что она такая классная. И если так и будет дальше, то это будет моя любимая подводка. Потому что я еще такую матовую возьму, если она так и будет себя дальше вести. Пока я, конечно, в восторге осталась от нее. Она действительно действует просто отлично. И решила я взять попробовать вот такую. Вот давно я на нее смотрела. Это основа под макияж от Max Factor. Такая вот Face Finity. В таком вот очень интересном упаковочке. Здесь 20 SPF идет. All Day написано. И написано, что она матирует, выравнивает поверхность кожи, уменьшает яркость пигментных пятен, покраснение, подготавливает кожу к нанесению макияжа. Я почему-то думала, что она будет похожа на мою любимую базу от Elf, которую я заказывала с iHerb. Потому что она по упаковке похожа. Естественно, что это белая. Это силиконовая, прозрачная. Это же совершенно не силиконовая. Она совершенно другая. Она как белый крем идет просто. Вот так вот выглядит. И когда ее разносишь, она не силиконистая. Не такая силиконовая, как все базы, которые у меня есть. Она не похожа на предыдущие базы. Да, есть какие-то там силиконы, но их очень-очень немного. И она за счет этого не покрывает таким плотным слоем кожу, а просто как бы ее немножко действительно матирует и слегка выравнивает трещинки. Слегка. Так вот смотришь по коже рук. Видно отличие, где нет, а где есть. Пока я ее не очень поняла. Да, мне кажется, что вроде бы как действительно на лоб я часто наношу, чтобы посмотреть, насколько матирует база кожу. Пока, конечно, особого отличия я не вижу, что с ней, что без нее. Надеюсь, что она все-таки работает. И увижу от нее какой-то эффект. Но пока, конечно, довольно такое довоякое отношение к ней. Но надеюсь, что я не зря ее купила. Мне нравится, что здесь SPL 20 есть. И мне нравится, что она высветляет пигментные пятна. Хотя я, конечно, особо не высветляет, а скрывает пигментные пятна. Хотя я особо, конечно, не увидела этого эффекта. Ну, в общем, буду тестировать еще. Если что, расскажу вам. Если вдруг какой-то увижу супер-пупер эффект от нее, расскажу вам в других видео. Также заказала вот такие вот салфеточки. От L'Etoile антибактериальные для рук с экстрактом магнолий. Здесь, правда, всего 15 штук. Стоят они около 60 рублей. Я уже потом думаю, что-то я как-то грубанула, зачем я заказала их. Ну, вот, хотелось мне попробовать влажные салфетки от L'Etoile. Хорошие влажные салфетки. Они тут такие с дырочками. Они тут вот такие вот. Пористые, отлично увлажненные и отлично очищают руки. Но, конечно, цена не бюджетная совсем. Так, и вот такое вот взяла бадью. Говорила я, что хочу попробовать что-то с ароматом груши. Грушевого пирога или, как он называется, молоко и грушевый тарт с ванилью. Конечно, запах просто бомбезный. Это как какой-то грушевый йогурт или что-то такое. Запах просто обалденный. Как будто... Или грушевый йогурт с пирогом. Какой-то не яблочный пирог, а грушевый пирог. Вот пахнет именно грушевым пирогом. Хотя я грушевый пирог никогда не пробовала, кстати. Но это я решила взять не жидкое мыло и не гель для душа, которых у меня огромное множество. А решила для разнообразия попробовать у них, у Dolce Milk, гель-скраб для душа. Конечно, он никакой не скраб совершенно. Он такой больше... Ну, запах, конечно, просто обалденный. Он больше как просто обычный гель для душа, такой густой, кремовый, с какими-то легкими-легкими, тоненькими, маленькими скрабирующими частичками. Вот так он выглядит. Довольно жидкий. Я его пробовала уже два раза. Но когда наносишь его на себя, вот этот запах грушевого пирога разносится по тебе. И такое ощущение, что он какой-то как крем какой-то наносишь грушевый на себя. Ну, больше как баловство, конечно, да. Но вкусное-вкусное баловство. Он очень-очень мне понравился. Поэтому я не жалею, что взяла. Для удовольствия, чтобы побаловать себя, почему бы и нет. Он очень-очень классный. Ну, вот такие вот у меня были заказы с сайтов фармакосметика и Литуаль. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас что-то было из того, что я показала, обязательно-обязательно пишите. Всех вас люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok